Протеерей Михаил Дудко. Здравствуйте, отец Михаил. Здравствуйте. Итак, конечно же, мы сегодня будем говорить о Великом Четверге. Вот сегодняшний день, он особенный, и, конечно, в году, и во всём периоде Великого Поста, и, думается, на этой неделе. Идёт Страстная неделя. И вот сегодняшний день, отец Михаил, вот правильно, считает, что он всё-таки какой-то особенно великий? Ну, вообще, по традиции, все дни Страстной Седмицы, начиная с понедельника, называются Великими. То есть, Великий Понедельник, Великий Вторник и так далее, и так далее. И, конечно, сегодня Четверг, и тоже он называется Великим Четвергом. И есть, конечно, основания для этого и для других дней, но в особенности, конечно, вот для Великого Четверга, потому что в этот день мы вспоминаем установление Таинства Причастия, мы вспоминаем Тайную Вечерю, мы вспоминаем предательство Иуды Христа, мы вспоминаем о том, как ученики его разбежались, вспоминаем все вот те события, которые предшествовали непосредственно распятию Христа и его кончение, его смерти. Конечно, для каждого христианина, для каждого из нас это особенный день и особенные переживания, конечно, потому что причастие, если обратиться к православному вероучению, причастие Евхаристия, в переводе с греческого «благодарение», причастие самому Господу, и мы помним, как на Тайной Вечере, которое совершилось в этот день, мы вспоминаем этот день, сегодня Господь взял в руки на трапезе, на Тайной Вечере, взял в руки хлеб, переломив, дал ученикам, сказал «се есть тело мое», а взяв чашу, передал ученикам, для того, чтобы они причастились, сказал, что это есть кровь моя, за вас изливаемая. Это, конечно, таинство, которое совершается не только в этот великий четверг, оно совершается почти каждый день во многих храмах и русской православной церкви, и не только русской православной церкви, и не только даже православной церкви. Воспоминания этого содержат, в общем, любой христианин, потому что это такая ключевая точка для каждого христианина, кто читал Священное Писание, кто знает Евангелие. Это мы бережно храним в своей традиции. Это что-то самое важное, да, отец Михаил? Это действительно самое важное.